друзья всем большой привет видео ролик начал снимать не просто так ну что появилась причина для этого вот и причина очень интересная суть в том что я уже много раз показывал систему заливки то есть как правильно делать заливку почему я делаю заливку именно отдельными слоями то есть я не делаю заливку в одной управляющей программки сразу три разных типа заливки чтобы типа экономить время оптимизировать процесс ускорить все задачи я этим не занимаюсь я упрощаю для себя тем что эти видеоролики смотрите потом вы вы повторяете за мной и потом дальнейшем допускаете банальные ошибки то есть забываете про то что вы заходили в пункт номер два в пункт номер три и в этих пунктах вы ставили какие-то галочки активно не активно допустим и в целом ко мне в день обращается от одного до трех человек с той же самой проблемой в основном говорят так что ребят вот начал делать гравировку делал все было хорошо все было отлично в определенный момент начал полосить полосы я вижу просто визуально они все равны одному миллиметру и эта функция стоит по умолчанию галочка то есть суть в том что у вас получается заливка основная первая идет по вашей методике вам ставить две сотых три сотых пять сотых миллиметра зависимости что вы делаете и для кого-то хрена вы заходите в пункт номер два и в пункт номер три и там ставите галочку активно экспериментируйте забывайте что поставили нажимаете окей она автоматически запоминается и потом уже не заходите и там уже автоматом выставляется ровно один миллиметр и исходя из этого получается ситуация что в дальнейшем просто на автомате у вас стоит 1 миллиметр скорее черный пункт заливки автоматически также стоит и вы уже блин думаете что и что что происходит как быть почему я изделия порчу и почему так получается наверно станок сломался скорее всего то есть начал полосить из-за чего-то вот ответ на самом деле простой банальный то есть не умеете работать либо пока не понимаете что происходит не клацайте все подряд либо запоминать что вы клацали какую-то функцию определенном последнем допустим отрабатываете момент гравировки не получается возвращаете функции назад либо как вариант еще один есть такой глупый и тупой и в то же время полезный для вас будет делаете копию программки до того момента начали там у нее ковыряться поковырялись что-то не понравилось что-то пошло не так ту которую ковырялись и удаляете берете копию которого сделали и с нее начинать заново ковыряться вот и так до тех пор пока принципе не наладите процесс работы гравировки до конца надеюсь ветерок не помешал наши записи вот парни всем хорошего настроения не забываем ставить лайки иду свою мастерскую будем сейчас подготавливать станочек на отправку клиенту поэтому вот такой чудесный день у нас сегодня по отвечаю на некоторые вопросы подписчикам которые может завидуют может высказывать свое какое-то мнение непонятное либо необоснованное и более подробно про это расскажу все ребят всем пока